Лето для одних – это время долгожданных отпусков и каникул, а для других – возможность подзаработать и поправить финансовое положение. Даже если ты студент или старшеклассник, есть немало вариантов приработка. Первокурсник-филолог Илья Месько нашел для себя такую возможность и ничуть не жалеет. Это мой первый опыт работы в парке. Я случайно наткнулся на вакансию, подумал, почему бы и нет. Тем более тут весело, с детьми работаешь. Это прекрасная возможность как-то начать потихоньку себя обеспечивать, не брать деньги у родителей и, собственно, чем-то занять себя летом. То есть я считаю, это очень даже круто. И так думают все ребята, которые подрабатывают в Брестском парке культуры и отдыха. Они оформлены официально, все честь по чести. Аванс, зарплата, может, премию выпишут. Да и работодатель спокоен, оплачивает все налоги, а значит, с законом проблем не возникнет. Зарплата школьников и студентов, выплачиваемая работодателями в период каникул, признается объектом налогообложения по доходным налогам по ставке 13%. При этом следует отметить, что при исчислении подоходного налога от начисленной зарплаты студентов и школьников правомерно применить стандартные налоговые вычеты. В настоящее время стандартный налоговый вычет на себя установлен в размере 126 рублей, если сумма дохода не превышает 761 рубль в месяц. В случае, если трудовая книжка отсутствует и не выдается, работнику необходимо написать заявление на предоставление стандартных вычетов. Родителям и педагогам, обучающим финансовой грамотности детей и молодежь, стоит объяснить, что зарплата в конверте – не лучшее решение для начала трудовой деятельности. Слышал, что с другими работодателями бывают проблемы, но здесь все честно, все официально, то есть я не переживаю за то, что там могут обмануть. Нанимателям важно помнить, что даже при выплате денежных средств молодым людям за расклейку объявлений или раздачу листовок необходимо официально оформить таких работников и удержать подоходный налог. Нелишним также будет напомнить, что с нанимателей, выплативших зарплату в конверте, без отражения в отчетности, взыскивается подоходный налог и другие обязательные платежи, а за уклонение от уплаты налогов предусмотрена ответственность. Официальное оформление трудовых отношений – залог защиты прав и интересов работников. А знание налогового законодательства необходимо не только для специалистов и бухгалтеров, но и для каждого работающего человека.